Привет, мои дорогие котятки! Вот я создала себе новый плейлист, даже два. Один будет называться This Love, второй This Hate. И в каждом из них я буду рассказывать, что за эту неделю мне больше всего понравилось, или что не понравилось, или вообще мне очень сильно добесило. Вот, поэтому, так как этот называется This Love, будем говорить о самом хорошем за эту неделю. Итак, самых три главных аспекта. Это первое, это фильм недели. Так получилось, что за эту неделю у меня два фильма, которых мне понравилось. Из самых популярных, это Люди в черном три, офигенный фильм. Если кто до сих пор не ходил, я вам советую, очень крутой. Мне лично понравился. Из тех, которые не особо знамениты, не особо кто-то смотрит, просто, если случайно наткнусь, называется Проект Икс. Фильм действительно очень интересный. Если честно, я весь фильм ждала, что там появится какой-то маньяк, и всех нахрен зарежет. Но такого не случилось, концовка меня очень порадовала. Очень крутой фильмак, я даже в конце, на самом деле, задумалась, даже, наверное, почему бы тоже такой не намутить. Крутой фильм. Если кто не смотрел, смотрите, называется Проект Икс. Рестораном недели я могу назвать Суши-бар Евразия. Не знаю, почему он называется Суши-бар, это, скорее всего, больше ресторан, потому что там два помещения, очень-очень круто, очень похоже на ресторан. К тому же мы попали очень удачно. Сказали нам, что при покупке карты с 5% скидкой, все, что мы не заказали, все это в двойном размере. В общем, мы там нажрались, как свиньи, просто не смогли там встать, доедали десерт, просто там чуть ли не запихивали в себя. В общем, офигенно, круто, всем советую. У них очень много акций, очень много скидок. Это и не реклама, на самом деле, это просто мое мнение, с кому интересно, если кто живет в Питере, у вас есть Евразия-суши. Сходите обязательно, у них очень действительно круто, и работают они вот 5 на субботу, там до 2 часов ночи, по-моему. В общем, вот так. А еда недели, почему-то у меня получилась пицца. В общем, как-то, так как мы ночью не спим, а жрать все равно хочется готовить, ну, просто лень. Очень-очень лень. Получилось так, что практически всю неделю мы жали одну пиццу. К нам приходил пол в гости, и мы снова заказали пиццу. В общем, это кошмар какой-то, скоро разжиреем, будем как жаробасы какие-нибудь. Ну, вот еда недели, у меня пицца. Вот, а теперь просто отстранен о том, что я люблю, и что, в принципе, у меня большое впечатление произвело, после несколько дней, или, опять же, за эту неделю. Первое – это аниме, дорамы и манго. Очень люблю аниме, но почему-то сейчас в последнее время мало его смотрю, перешла на дорамы. Вот, наверное, повзрослела, что они-таки не так стали интересовать. В общем, для любителей дорам, могу сказать, что за эту неделю я посмотрела дораму «Мэри, где уже добыла всю ночь». Офигенная. Я больше люблю, конечно, японские дорамы, но мне посоветовали посмотреть ее, она корейская. Для меня на слух корейский язык как-то не очень, на самом деле, как-то не воспринимается. Вот, но так как я не смотрю с переводом, я смотрю с субтитрами, мне она все равно очень понравилась, офигенно. И там очень-кучно, очень-кучно. Там очень много всяких ржак. Я очень смеялась, очень смеялась. Некоторых моментов даже чуть ли не плакала. Я сидела очень-таки милый, романтичный и очень-таки впечатлительный. В общем, офигенно. Если кто любит смотреть всякие сериальчики, советую вам посмотреть, очень интересный. Еще, в добавление ко всем японским розыкалам, могу добавить еще DDR Pump. К сожалению, давно на них не нападало, но это офигенная зарядка, на самом деле. Если вы не знаете, что это такое, введите там в гугле, в яндексе, где вы там ищите. Введите DDR, это Dance Dance Revolution, автомат или Pump Etapa, это офигенная штука, она есть во многих торговых центрах, в принципе, не только в Питере, но и в других городах. Такой автомат танцевальный, он со стрелочками под музыкой, можно классно потанцевать с друзьями. Это очень весело. Я как-то даже, если честно, затаскивала туда маму. Вот, у меня мама на каблуках скакала, там на самом легком уровне. В общем, это было очень смешно, мама получила очень много позитива. Очень советую вам сходить с друзьями, обязательно сходите, это очень весело. Еще на этой неделе у меня в список попала сама Япония. Япония как страна, Япония как культура. Мне очень нравится. У них отношение ко всему совершенно другое. Возможно, именно поэтому они меня очень сильно заинтересовали. Мне очень нравятся праздники их. И они хоть и очень похожи на наши, даже, возможно, часто у нас празднуются, точно такие же праздники, но все равно у них все по-другому, абсолютно все. Даже день с того Валентина, или то проходит как-то по-другому и необычно. Еще в свою жизнь, даже не всю свою жизнь, последние лет 15, наверное, точно, я очень хочу увидеть цветение сакуры. Это самое просто красивое, я думаю, даже наше цветение вишени настолько красивое, как у них цветение сакуры. По крайней мере, то, что я вижу в кино и в сериалах, это просто, ну, неимоверно красивое зрелище. Если у кого есть возможность, можете съесть, посмотреть это лично, потому что, ну, сами понимаете, в кино и сериалах это все равно не то. Вот, надо смотреть лично, самим. В общем, это офигенно и очень красиво, очень хочу посмотреть. Еще хотела бы съесть, была бы по их магазинам, по райончикам, обязательно зайти в какую-нибудь школу, потому что у них очень странное расположение классов, очень необычное для России, по крайней мере. Вот, я надеюсь, что рано или поздно это обязательно сбудется, я обязательно туда попаду, посмотрю, я обязательно сделаю выпуск, вам покажу. Еще следующим пунктом у меня попало волшебство, сказки и хэппи-энды. Да, вот такой вот я позитивный человек, хоть у меня и часто нападает какая-то непонятная грусть, вот, но я очень люблю хэппи-энды, очень. Да, это нереально, да, это не всегда так в жизни, но очень люблю, когда все хорошо заканчивается, когда плохо заканчивается, я очень сильно расстраиваюсь. Вот так вот. Волшебство, сказки, блин, их просто так не хватает в реальной жизни, на самом деле, очень не хватает. Это наша дурацкая реальность, очень сильно угнетает, не хватает чего-то необычного, чего-то чудесного и сказочного, очень не хватает. Вот, поэтому я очень люблю фокусы, очень люблю сказки, очень люблю мультики и очень любил всякие дорамы, где на самом деле все не так, как в жизни. В общем, мне когда ходили на Люди в Черном Три в кинотеатр, вот так как у меня очень большой закан по Капитану Америки, там были стаканы с фигурками сверху, я бы вам сейчас показала, но он лежит очень далеко, не буду доставать. Он примерно такого размера, это крышечка на стакан для колы, для напитков. В общем, теперь у меня есть два Капитана Америки, один вот, который я вам показывала в выпуске там про Мстителей и теперь вот есть еще один обязательно как-нибудь в следующем выпуске вам покажу. Вот, он у меня получился тоже в моей любви за эту неделю, ну, потому что это креп, он крутой. И последним пунктом я уверена, что вы все очень сильно удивитесь, я на самом деле очень сама сильно удивлена, что это вообще попало в список на эту неделю, но самым последним пунктом за эту неделю в том, что меня порадовало или удивило, попал Азиз. Да-да, меня слышно, действительно он. Почему? Потому что я сидела вчера, смотрела всякие какие-то ужаские клипы и про него столько всякой шумихи в интернете мне стало интересно. Я открыла YouTube, полазила, нашла это ужасное видео, оно действительно ужасное, я не смогла его от начала до конца посмотреть, сидела, щелкала весь ролик, просто думала, что там может появиться что-то интересное, но самое крутое, что мне понравилось в этом клипе, черт возьми, у него охеренный мейкап, просто офигенный макияж, как ему так сделаны глаза, как его так накрасили, как, почему, почему я так не могу, почему у меня так не получается, я уже пробовала так, но, блин, это же мужик, это же чертов мужик, почему на мужике это смотрится так круто, я не могу так сделать своими чертовыми глазами, не получается у меня, в общем, за это он получает плюс, за офигенный мейкап, кстати, за цвет волос тоже, вы даже не представляете, если там меня смотрят люди, которые никакого отношения к краскам для волос не имеют, в общем, такой цвет волос, как белый лист, получить действительно очень-очень-очень трудно, вот, поэтому Мазис у меня получает плюс за эту неделю, за офигенный мейкап и цвет волос, вот как-то так, спасибо, что посмотрели, обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте и оставляйте вопросы на Аскопе. С вами была Маша Комис и пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok